МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Правовая среда", на канале Беларусь4, программа чрезвычайная ситуация. Я, Виталий Долгий, продолжаем эфир телерадио компании Гомель. Люди без родины. Вынужденные переселенцы и одно лишь это уже чрезвычайная ситуация. А если говорить о самом массовом со времен Второй мировой войны переселения людей, то, по данным ООН, в одной только Украине жертвами боевых действий стали около 2 миллионов человек. В Сирии и других странах восточного вектора Ливия, Иран, Йемен еще порядка 10 миллионов человек. И, судя по ленте новостей, ситуация только разогревается. Это буквально означает, что с каждым годом все больше детей будет отсиживаться в подвалах, пережидая артобстрел или бомбардировку. С ребенком сидеть в подвале – это тоже не выход из положения. Поэтому мы собрались с семьей и за два часа решили, что нас родители просто-напросто отвезут до границы, а дальше мы уже будем делать то, что мы считаем нужным. Нас перевезли до границы. Границу мы пересекали 36 часов, потому что там были сумасшедшие очереди. Ну и в Беларусь выбрали. Почему? Потому что более стабильно. Нет таких вот действий военных, как у нас. И как бы на тот момент, когда мы приехали, мы еще могли найти работу и работать. Я, допустим, сразу нашла работу. Семья Чекалдиных из Луганска. Говорят, что до войны он был очень похожим на Гомель. Именно поэтому решили перебраться в город над Сожем, до этого побывав в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Им есть с чем сравнивать. Они повидали и войну, и мир. В конечном итоге для жизни, мирной жизни, эта семья выбрала Гомель. Всего же в этом году за мирным небом в нашу область прибыли полторы сотни граждан Украины. Когда произошла ситуация в Украине, у нас, я считаю, была очень хорошо организована работа по приему переселенцев и оказанию помощи гражданам Украины. В этой работе были задействованы сотрудники всех служб и органов государственного управления нашей области. И хочу сказать, что помощь оказывалась реальная. В этом социальном пункте на улице Юбилейной еще не так давно, что называется, яблоку негде было упасть. В основном граждане нашей южной соседки. Много было и представителей арабского мира, погрязшего в войне. Все они бежали от смерти, бежали целыми семьями. И именно здесь им помогали сделать первый шаг в новую жизнь. Одновременно этот пункт может принять до трех десятков человек. Чем-то напоминает хоспис. Хотя здесь немного лучше. Есть детская игровая комната. Работает секция кройки, шитья. Это элементы нормальной, мирной жизни. Приезжают разные люди. Много к нам приехало граждан Украины, которые имеют высшее образование, которые являются хорошими специалистами, которые у нас в настоящее время трудоустроены и благополучно работают. Конечно же, есть и такие граждане, которые пользуются теми льготами, которые предоставляются у нас в республике. И немножко злоупотребляют ими. Сегодня официальный статус беженца в Гомельской области имеют 75 человек. Из них половина граждан Афганистана, еще 16 Грузии, 15 Сирии. 155 иностранцев получили дополнительную защиту на территории Республики Беларусь. Подавляющее большинство, как эта семья, граждане Украины, которые прибыли из Донецкой и Луганской областей. Остается добавить, что только за последний год с ходатайством о получении статуса беженца в Управлении по гражданству и миграции поступило в три раза больше заявлений, чем в 2014 году. Субтитры создавал DimaTorzok Но ни одной, так сказать, только гуманитарной миссией ограничивается общая работа службы по гражданству и миграции. Зачастую иностранцы ищут в нашей стране не только и не столько убежища. Для информации, больше 3% от числа всех совершенных за год преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, приходится именно на граждан других государств. Предупредить профилировать противоправные деяния в нашей стране – одна из задач сотрудников службы по гражданству и миграции. Да, чаще всего эта работа проходит на приграничных территориях с вновь прибывшими. Но бывают ситуации, когда приходится разбираться с уже хорошо известными персонажами, имеющими вид на постоянное жительство. Буквально на этих выходных проходили следственные мероприятия по факту жестокого убийства, совершенного в железнодорожном районе Гомеля. Гражданин Израиля с видом на постоянное жительство в Республике Беларусь нанес множественные ножевые ранения своей бывшей жене. Инвалид второй группы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он расправился с женщиной при помощи кухонных принадлежностей. На допросе у следователя по факту случившегося он смог сообщить лишь то, что ничего не помнит. И это тот исключительный случай, который не смог предугадать никто, ни медики, ни участковые милиционеры, ни инспекторы службы по гражданству и миграции. Ведь, как правило, на счету иностранцев мелкие аферы, кражи и административные правонарушения. В основном преобладают это такие преступления, как нарушение запрета въезда, кражи, мошенничество и подделка. 371 статья. Это те иностранные граждане, которым была депортация или высылка в отношении и установлен срок запрета въезда от 6 месяцев до 5 лет или 10 лет. Однако они потом возвращаются на территорию Республики Беларусь, где мы выявляем и привлекаем к уголовной ответственности. Транзитные иностранцы в последнее время особая тема. Так было в истории с гражданином Сирии, который пытался через нашу страну попасть в Евросоюз. 43-летний мужчина ранее занимался бизнесом в Санкт-Петербурге, потом вернулся на родину. В разгар сирийской войны он вновь поехал в Россию, организовал бизнес в Москве. Когда Германия и Франция стали массово принимать беженцев из Сирии, предприимчивый гражданин решил попытать счастье на берегах Рейна в беженцеприимной ФРГ. Однако из-за отсутствия необходимых документов на въезд в Беларусь он был возвращен в Россию. Был остановлен сотрудниками пограничной службы, помещен в изолятор временного содержания. В беседе с ним он поясняет, что хотел таким образом легализоваться в Германии, получить статус беженца и перевезти туда своих многочисленных родственников, которые в настоящее время проживают в разных странах. Это Саудовская Аравия, Тамблеван, то есть где тоже не всегда спокойно бывает. Процедура реадмиссии – это контролируемое возвращение незаконных мигрантов в страну от бытия. Сегодня это хорошо налаженная схема взаимодействия между Россией и Беларусью. Соответствующее соглашение действует уже больше года, и благодаря ему шесть человек были выдворены из страны. Кстати, реадмиссия принята во всех странах Евросоюза и у некоторых наших восточных соседей, то есть цивилизованный правовой инструмент. С момента вступления в силу соглашения сотрудниками Управления по гражданству миграции по Гомельской области, сотрудникам Федеральной миграционной службы по Брянской области передано шесть иностранных граждан. Это четыре гражданина Сирии, один гражданин Туркменистана и один гражданин Республики Конго. Все эти граждане находились на территории Республики Беларусь с нарушениями миграционного законодательства. Они переданы российской стороне. Если на межгосударственном уровне правовой базис растет и крепнет, то внутри страны со знанием закона отдельными юрлицами еще далеко до идеала. Вот в кавычках отличился совхозкомбинат СОЖ. Администрация приграничного предприятия приняла на работу иностранца без необходимых на то документов. За аналогичное нарушение должностных лиц акционерного общества уже привлекали не раз. Поэтому банальным незнанием закона не прикроешься. И, может быть, не столько в милосердии к безработным иностранцам дело, сколько в чьей-то выгоде. И выгода эта, несмотря на штрафы, вероятно, окупается сполна. Впрочем, эта тема для других компетентных органов. А пока последний факт. В ходе мероприятия был выявлен гражданин Украины, который был трудоустроен в агрокомбинате СОЖ, без специального разрешения на право занять трудоу и деятельность. Чем нарушил правила пребывания иностранных граждан в территории Республики Беларусь. По комбинации СОЖ это уже не первый случай. Если будут должностным лицам, то в отношении иностранного гражданина это первый случай. Поэтому в отношении иностранца, возможно, будут нежесткие меры в виде предупреждения. А в отношении должностных лиц, конечно, будут штрафные санкции. Работа с беженцами и вынужденными переселенцами и теми, кто желает стать обладателем синего с золотым гербом документов. Все это только верхушка айсберга в повседневной, рутинной работе службы по гражданству и миграции. Да вот хотя бы такая цифра. Произведено и внесено в базу данных 102 тысячи паспортов за 11 месяцев. Дополним силами всего нескольких человек. В управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облсполкома управляют огромными массивами информации. Прежде всего персональные данные граждан. И это не только белорусы, жители Гомельщины, но и иностранцы, хотя бы единожды побывавшие у нас. Разумеется, есть данные о поездках за границу и самих белорусов. Во многом, благодаря именно этой информации, удавалось находить пропавших людей, в том числе тех, кто давненько не появлялся на родине. Кстати, для зарубежных белорусов тут изготавливают специальные паспорта серия ПП. С этим паспортом гражданин выезжает, например, если он хочет в Российскую Федерацию, в Германию, еще куда-то в Израиль. Значит, он оформляет себе паспорт серии ПП. Значит, это паспорт для проживания за пределами Республики Беларусь. Гражданин оформляет этот паспорт, выписывается, снимается с регистрационного учета и отправляется, например, в Российскую Федерацию, если этот паспорт оформлен для выезда в Российскую Федерацию. Там он становится на консульский учет, но, тем не менее, он является нашим гражданином, гражданином Республики Беларусь. Впрочем, немало сложностей возникает и с самыми обычными гражданами. Иногда банальную процедуру замены документа приходится проводить чуть ли не с боем. И живут себе люди, как на необитаемом острове. Ни на почту им не надо, ни в банк, ни в медучреждение. Ведь и там, и там паспорт нужен. Действительный. В Гомельской области очень большое количество граждан, которые проживают по недействительным документам. Поэтому мы стали привлекать к административной ответственности. По статье 23, ч. 3 Административного кодекса Республики Беларусь. На сегодняшний день порядка 1200 граждан уже привлечены к административной ответственности. Поэтому хотелось бы обратить внимание граждан. Загляните в свой паспорт. Гомельское управление по гражданству и миграции по итогам 11 месяцев самое результативное после Минска и Минской области. И не только потому, что Гомельщина – крупный развитый регион. Серьезную лепту в работу сотрудников службы вносит трансграничный фактор. Из разговоров не на камеру выясняются и другие аспекты работы. Они из нравственной плоскости в инструкциях не прописаны. Так вот, изрядная доля человечности требуется в довесок к профессионализму, чтобы работать в этом учреждении. К нам в управлении стало меньше поступать обращений граждан как разъяснительного характера, так и жалоб на какие-то действия сотрудников. Я хочу сказать, что из поступивших жалоб к нам в УГИМ подтвердилась только одна – там, где были нарушены сроки оформления паспорта гражданина Республики Беларусь. Хочу добавить, что именно в эти дни отмечается профессиональный праздник работников подразделений по гражданству и миграции. О самой службе исполняется 95 лет. Пожелаем им законопослушных иностранцев и юридически грамотных белорусов. И всем нам мирного неба над головой и упрощенного визового режима на земле. До встречи в эфире, уважаемые телезрители! Редактор субтитров А.Семкин